Первые праздничные дни 2014 года Заречный пережил в целом нормально, по крайней мере в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К такому выводу пришли участники первого в наступившем году утреннего выездного совещания. В первую очередь мэр города Вячеслав Гладков проинспектировал территории, которые раньше вызывали неоднократные нарекания. Так, за рестораном «Русь» постоянно можно было наблюдать свалку бытовых отходов. Сейчас во дворе чисто, не считая близлежащей контейнерной площадки. Но это не вина коммунальных служб, считает мэр. Нужно машину возвращать обратно. Надо нагрузить. Да, нужно загрузить и через час. Она заезжает здесь каждый день. Она придет еще. Потому что вижу, что убрали, но сейчас нужно подобрать дворником. Чтобы люди сейчас вышли после утра на улицу, чтобы у нас здесь все было чисто. Вообще состояние внутриквартальных территорий заметно порадовало главу администрации. Мусор вывозят вовремя, да и территорию расчищают своевременно. Но проблемы все же есть, и они буквально лежат под ногами. Марат Алкотинович, все чисто. То есть ваши службы в этой части. Здесь же у нас Егоров, да? Вот это мой. Вот 9-й, вдоль 9-го, когда я мусор, друзья, это Егоров. Вот здесь единственное, что дворником. А это? Открытыми в некоторых дворах оказались не только люки. На зеленой 22 кто-то забыл запереть подвал. Смотрите, ну, первое, здесь замка даже нет. Здесь вот видно, видите, проволока, но это просто. Сейчас праздники, весь город на улицах. Сегодня же замки мне звоните, докладывайте. Все замки должны быть. Илья Владимирович, давай, вот сейчас мы заканчиваем объезд. Что нужно сделать? Нужно сейчас выборочно посмотреть по домам, где у нас были всегда проблемы. По Любовино, по Мира, да. Поэтому это просто недопустимо. Все обнаруженные недочеты Вячеслав Гладков поручил устранить в кратчайшие сроки. Службы работают, все рабочие находятся в местах. И надеюсь, что оставшиеся 7 дней пройдут так же организованно, как и первые 2 дня нового 2014 года. Первые дни 2014-го показали, что коммунальным службам удалось оставить старые проблемы в ушедшем году. Главное теперь считает глава городской администрации сохранить эту положительную тенденцию.